Праздник Хануки Я хочу, чтобы мы вернулись к этой фразе «помим и помим», «лицом к лицу». Откуда была взята эта фраза? Она всем знакома, все знают это слово «пануэль». Все знают, все читали эти книги «лицом к лицу». То есть «пануэль» – это еврейское слово «помим и помим», «лицом к лицу» с Богом. Люди фактически очень жаждут этой встречи. Давайте почитаем Бытие, 32 глава, 30 стих. «Нарек Иаков имя месту тому Пануэль, ибо говорил он, «Я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя. Взошло солнце, когда он проходил Пануэль, и хромал он на бедро свое». Интересное место, потому что Иаков встречается с Богом для какой-то причины. По какой-то причине Иаков встречается с Богом. Мы понимаем, и это место, которое там описывается, что боролся некто с ним. И уже была заря, и он говорит, «Отпусти меня». И он говорит о благословении, как твое имя, изменяет имя. Но в сущности, я не буду ходить в деталях, что происходило тогда, потому что имеются разные интерпретации этого места. Но я хочу говорить об этом слове, в котором мы взяли этот слоган для себя лично, для общины. «Один год лицом к лицу с Богом». То есть иметь эту встречу. Эта неожиданная встреча с Богом в истории Иакова вдохновляет многих людей, вдохновляет каждого из нас, чтобы сделать риск, чтобы сделать эту встречу, личную встречу взаимоотношения с Богом. Мы смотрим на эту встречу Иакова и говорим себе, «Как бы я хотел так же, как Иаков встретиться с Богом?» Мы жаждем его прикосновения. Внутри каждого человека имеется этот стержень, жажда встречи с Богом. Но все же, как нам кажется, наше внутреннее состояние очень сильно отражает наши взаимоотношения с Богом. Нам кажется, что недостаток общения с Ним и неудовлетворенность личных отношений с Богом в обстоятельствах жизни, каких-то ситуаций, в которые мы попали, заставляет нас двигаться к тому, чтобы найти Бога. И для большинства людей эта встреча очень важна. Но все же, что происходило тогда для встречи с Иаковом? Что заставило Иакова пойти на это единоборство? Что заставило Иакова уйти в одиночество и искать Бога? Первое, что я видел из этой истории, это желание исхода из суеты в обитованную землю. Услышьте внимательно. Иаков делает исход из суеты, в которую он попал, в обитованную землю, которую Бог обещал ему и его отцу, и его наследию. Для многих из нас мы попадаем в суету, как многие люди, обыкновенные люди. Мы давно верующие, мы знаем Бога. Многие, может быть, недавно пришли к Богу. Мы, зная Его обетование и Его предназначение к нам, в какой-то мере мы осуетились. Мы попадаем, как Иаков, в свободное рабство. Мы попадаем, как Иаков, в свободное рабство. И Бог хочет, чтобы мы не просто встретились с Ним, а чтобы мы сделали решение выйти из свободного рабства в землю обетования, то есть в землю, которую Бог тебе обещал. Есть, конечно же, физические вещи, которые мы переживаем, но есть внутри нас, больше всего беспокоит наше духовное состояние. Мы знаем, к чему мы призваны, мы знаем, что Бог от нас желает, мы знаем, что наши дети будут благословлены, и мы хотим передать нашим детям то, что мы получили от Бога, то видение, которое мы им... Мы хотим быть полезны не только обществу, мы хотим быть полезны друг другу, чтобы исполнить свое предназначение, то внутреннее человека, тот внутренний потенциал, который у нас есть, мы хотим высвободить. И фактически Бог говорит о том, чтобы мы были готовы выйти на этот уровень, уровень свободы. И наша внутренность, внутренний человек, он стремится к горнему. Как бы мы ни хотели, что бы ни происходило в нашей жизни, где-то внутри себя мы все-таки чувствуем, что мы ищем горнего, и мы хотим искать горнего. Правильно, мы все в своем сердце хотим. Колоссянам 3.2 говорит, ищите горнего, а не земного. И поэтому, зная эти местописания, мы пытаемся искать горнего. Но ежедневная суета, она фактически порабощает нас. Мы попадаем в свободное рабство. Другими словами, мы как свободные люди хотим что-то сделать, но мы осуетились, и обстоятельства жизни нас заставляют как бы работать внеурочное. Как будто мы не можем остановить процесс и пойти к тому обетованию, которое Бог нам дал. Мы засуетились и думаем, завтра, ну послезавтра, я все-таки сделаю решение. Мы делаем себе обещание, что я все-таки выйду, пойду к Богу, который когда-то призвал меня, который меня обновил, который дал мне надежду. Я был вовлечен во собрание, я был вовлечен в служение. Я делал что-то особенное для Бога. Вот еще придет время, вот разделываюсь с этими трудностями, проблемами, и я тогда уже выйду. Тогда я сделаю это. Помните, мы говорим, год лицом в лицо с Богом. Бог не просто положил на сердце Якова встретиться с ним. Бог обещал ему многое. Когда он пообещал, он также положил на сердце ему возвратиться. Как Яков мы в это время можем иметь практически все, кроме свободы и обещанного дома. И Яков бежит из дому, бежит от обстоятельств, которые в его жизни случились, в землю, которая не его. Это земля Лавана, это его как бы дяди. Бежит туда. И там он приобретает свободу. Но эта свобода превратилась в рабство, с которое он не мог выйти. Он имел все. Чего желала бы его душа, он имел. Он имел пастбище, он имел покров, он имел семью, он как бы все благословения. Но чего он не имел? Он не имел свободы, потому что он не мог уйти от Лавана в любое время, которое он захочет. Понимаете, да? Он не мог уйти, потому что как бы свободный, но и был зависим от обстоятельств. И он не имел своей личной жизни. Он не имел своего покрова, своего дома. Многие, как Яков, сбегают с обетованной земли из отчего дома по причине неразрешенных конфликтов между братьями. Многие верующие сбегают с обетованной земли, с того обетованного места, которое Бог предназначил ему по причине нерешенных конфликтов. Потому что они считают, что легче сбежать от конфликта, нежели решить его. Мы пытаемся быть гуманными, пытаемся действовать в нашем призвании, но мы полагаемся на других, на других людей. Суть одна. Многие люди помогают беглецам выйти из обетования, из дома отца, где они должны чувствовать себя сыновьями, дочерями. Мне вчера перекинули одну ссылку, где я услышал, что один пастор говорит о том, что любой человек, любой христианин верующий, он свободен и должен делать решение бежать с церкви, куда глаза глядят, потому что он свободный человек и никому ничего не должен. Это вкратце то, что было у меня перекинуто. И я подумал, конечно же, я как верующий человек, я никогда не чувствовал, что между мной и Богом есть какой-то посредник. Кто из вас чувствует, что между вами, между вами, и Богом есть какой-то еще посредник? Я никогда не чувствовал. Даже то, что у меня есть люди, которые постыра, служителя, которые говорят мою жизнь, которые я подотчетен им, я никогда не чувствовал, что моя подотчетность служителям, я отвечаю перед ними, каким-то образом мешают мне общению с Богом. Вы понимаете, да? Я понимаю, что в мою жизнь есть люди, которые поставлены, как отец и мать, как учителя, как милиционер на улице, как гаишник, который руководит трафиком и на улицах, они поставлены властью, Богом, мою жизнь, чтобы у меня как бы с катушки не свихнулся я. Понимаете, да? Чтобы я как бы не получил, так что я стою на красный свет, и тут мне захотелось поехать куда-нибудь, ведь я свободный человек, мой что должен? Подавил 300 человек по пути, и мне от этого ничего не будет? Вы знаете, такие вещи, они не должны происходить среди верующих людей, поэтому многие чувствуют себя, что конфликты в семье, которые произошли, у Якова, который произошел, он заставил его сбежать от конфликта, и действительно, там решалась его жизнь, его смерть, эти трудности, но он хотел вернуться, я вижу почему, потому что, как многие, дай Бог, как людям сделать решение, как сделал Яков, я говорю, общаюсь с людьми, которые сделали решение, уйти от конфликта, уйти из дома отца, жить как он на другом мире, быть преуспеваемым, успешным и так далее, но есть призыв, что есть благословение в отчем доме и в обитованной земле, и знаете, Яков сделал нечто, несмотря на конфликт, он сделал нечто, Бытие 28, 20 говорит, и положил Яков обед, то есть, сделал Яков обещание, или же клялся Яков, и сказал, Господь Бог будет со мной и сохранит меня и в пути моем, в котором я иду, и даст мне хлеб есть, и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего и будет Господь моим Богом. Он говорит, что я готов вернуться обратно, если Господь Бог сделает со мной то, то и то, я вернусь обратно в дом отца моего. Почему? Потому что есть что-то особенное, где ты чувствуешь, что там Божье благоволение и исполнение твоего призвания. Но не знал Яков в то время, когда он клялся, что это будет не очень легким путем. Он не знал, что он не сможет увидеть отца. Он не знал, что произойдет дальше с его матерью. Он, обещая Богу, что он вернется, не знал, насколько трудным возвращением будет его. Потому что, придя в дом Лавана, он приобрел как бы свободу, которая стала для него рабством. Он не знал, что суета, свободного рабства станет ему препятствием возвращению домой, пока внешний мир не станет меняться и не почувствует он себя чужим в чужом доме. Бывает такое чувство, я свой среди чужих, да? Но в это время Иаков чувствует себя чужим в чужом месте. Имея все, имея пропитание, овец, благословение, он чувствует себя чужим. Почему? Потому что пришло время выйти. До того времени, пока Иаков не чувствовал себя так, он не хотел возвращаться. Но Бог, зная ситуацию, он делает нечто. Смотрите. И услышал Иаков слово сынов Лавановых, которые говорили, Иаков завладел всем, что было у Отца нашего. И из имения Отца нашего составил все богатство сие. И увидел Иаков в лицо Лавана. И вот оно не только, не таково к нему, как было вчера, третьего дня. И в этот момент и Господь сказал Иакову, возвратись в землю Отцов твоих, на родину твою, и я буду с тобою. Что это значит? Что это, к чему это, можно сказать, приводится? Чтобы еще раз встретиться с Богом, лицом к лицу, нам надо остановиться на тех путях, в которых мы идем. На самом деле, если мы хотим, нам нужно остановиться. При нашем, может быть, мнимом изобилии, мы должны выйти из рабской суеты в свободу, в направлении Отцовского дома, Дома Отца. Я имею в виду Божьего дома, где мы чувствуем себя в обетовании и в обещании, которое Бог дал нам, может быть, много лет назад. услышь этот голос сегодня. В своей жизни ты должен услышать, даже если это маленький, тихий голос, который зовет тебя к переменам, к изменениям, ты должен его услышать и сделать этот шаг, потому что Бог заранее, смотря в жизнь Якова, увидел, что сердце Лавана изменилось, и Яков это увидел, и для Бога важнее было и примирение с братом и возвращение Якова обратно в землю, нежели погибель Якова в той земле. Потому что непонятно, что могло бы произойти. Потому что Яков усмотрел, что жизнь Лавана по отношению к нему, его поведение изменилось. И в это время Бог, зная, что для Него легче примирить братьев и служить им вместе и исполнить предназначение в земле, которую Он обещал отцам Его, нежели погибнуть всему семейству в земле чужой. Я еще раз говорю, первое, это то, что тебе нужно сделать выход из суеты, в которую ты впал, из свободного рабства, в которое ты воблек себя, и возвратиться в землю обетованную. Хотя бы, помните, мы говорили, лицом к лицу, хотя бы намеренно начать что-то делать в эту сторону. Второе, что я вижу в жизни Якова, это страх смерти и неисполнение Божьего обещания. Что я имею в виду? Яков клялся вернуться домой, если Бог его благословит, но медлил по причине свободного рабства Лавана до определенных обстоятельств, когда отношения изменились к худшему. Бог, видя неминуемую трагедию, обращается к Якову и предлагает ему исход, и причем мгновенный исход, быстро, в торопях. Возвращение домой и примирение с братом лучше, нежели смерть в рабстве. Очень должно быть четко. Возвращение домой, возвращение к призванию лучше, нежели смерть в рабстве. Томление духа. Говорить о том, что все плохо, все как бы влияющие люди. Как это касается нашей темы. Очень просто. В Галатам есть одно местописание, которое по-разному трактуется. Я хочу просто его по-другому посмотреть. Я понимаю, что оно и консается внутренней жизни общины или людей, которые в общине, но я посмотрел немножко по-другими глазами и хочу предоставить вам. Галатам 5, 12. «О, если бы были удалены возмущающие вас к свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Что это значит? «О, если бы Исаав был бы удален с земли обетованной, то проблемы возвращения не было бы. Если бы только Исаава не было в земле, которую Бог обещал Якову, проблем возвратиться бы не было. У меня сначала проблема была с тем, что мы родились вместе в одной семье, потом у меня конфликт, потому что я у него выпросил первородство. Разве он не понял, что я призванный Богом, я избранный Богом? Потом у меня конфликт с отцом, он не знал и Исаавя, и Якова, я как бы пытался обмануть его, получил свое благословение, как бы украл. И теперь конфликт в семье. Вот только бы Исаава не было в земле, и все было бы хорошо, я бы спокойно вернулся. О, если бы только люди, из-за которых мне пришлось уйти из служения, были бы удалены из этого служения, то все было бы в шоколаде. Вот только те люди, которые мешают мне служить и знают, мое призвание, от Бога получил, только если бы только они покинули бы это служение, все было бы хорошо. Знакомо чувство, да? Бог обещал Якова быть с ним. Он никогда не обещал убрать Исаава из его жизни. есть большая разница. Бог обещал, я буду с тобою, но не обещает нам, чтобы я кого-то специально подвину, чтобы тебе было хорошо. Ты у меня особенный. Да, действительно. Но, знаешь, эта особенность шлифуется тем Исаавом, которые в твоей жизни есть. Это неприятно, Господи, мы не договаривались на эту тему. Ты же спросил меня, если я тебя благословлю, если дам тебе хлеб, одежду, то я готов вернуться. Ты же не говорил, мы же не договаривались, что если ты убьешь Исаава, я вернусь. В разговоре Исаава даже не существовало. Ты готов был вернуться, когда я тебя благословлю. Я тебя благословил и дал тебе все возможное. Время возвращаться домой. Яков, выйдя из свободного раста, был весьма самоуверенным. Весьма. Бог встречается с нами на этом пути самоуверенности для того, чтобы изменить нас, чтобы дать нам благословение, для того, чтобы изменить нас, чтобы встретиться и разрешить трудные нерешимые вопросы, чтобы убрать страх перед служением с другими людьми, с которыми ты не можешь совладать. Бог дает нам встречу, чтобы вернуться к тем людям, с которыми у нас никогда не было или не хотели мы иметь взаимоотношения. Бог встречается с нами, чтобы преломить наша самоуверенность. У Якова были большие амбиции, когда он выходил из рабства, свободного рабства. Имеется в виду, он не был рабом, но он поработил себя обещаниями и действиями и так далее. Но когда обстоятельства изменились, он решил уйти. Бог говорит, я буду с тобою. И он, уходя, имея самого Бога его защитником, стал весьма самоуверенным и амбициозным. Почему я так решил? Потому что мы видим, что он как бы посылает свое покаяние заочно через людей. Вы понимаете? Может быть, тогда была такая традиция. Может быть, так было принято. Но здесь выйдя и от Лавана, идя в обетованную землю, идя с благословением, со словом Бога, который говорит, я буду с тобой заочно посылать людей и говорит, все было. Брат мой, прости. И знаете, как бывает у людей. да, брат, все бывает ради Бога. Не бери это близко к сердцу. Ну, все же бывает. Я встречался с людьми, которые через других людей посылают как бы такие извинения мне. Ну, типа, передайте Ребошу, я ему все простил. Ну, типа, ничего не имею. Все нормально. Мы хотим иметь встречу с Богом. Мы хотим иметь отношение с Богом, а Бог говорит, так не получится. Твоя самоуверенность, то, что я с тобой, нет проблемы. Я хочу благословить тебя, но не решается таким образом. Нужна встреча, и эта встреча лицом к лицу с Богом именно в жизни Иакова показывает, что заранее такое извинение самолюбия и самоуверенность, бесстрашие такое, как бы заранее заочное прощение просить у своего брата, как бы так, ну, бывает всякое, что по молодости погрешили, ну, все, прости, и все будет нормально. Он посылает это все с людьми, которые возвращаются к нему. Мы видим там местописание, и Аяка пошел путем своим, взглянул, увидел ополчение Божие, ополчившиеся, и встретили его ангелы Божьи. How? Все Божье ополчение было вооружено. Встретиться с Божьим вооружением, и ангелы его встретили, кажется, больше уверенности в том, что делаешь, нету. Все, у меня есть защита, у меня есть сам Бог на моей стороне, я иду в дом отца моего. И Аяка увидел их, сказал, это ополчение Божье, и нарек ему месту Маханаим. И послал Аяка перед собой в вестниках брата своему Исаву в землю Сир, в область и дома. И приказал им, сказал, так скажите господину моему Исаву, вот что говорит раб твой, Яков, я жил у Лавана и прожил до ныне. То есть, как бы, я жил в чужой земле, мне было плохо, я был рабом у Лавана, у тестя своего, ну, вот еле дожил. И услышь меня. И есть у меня валы, ослы, мелкий скот, рабы, рабыни, я посылаю известие о себе господина моего Исава, дабы приобрести боговоление перед очами твоими. Он говорит, у меня все есть, все, ну, как бы, я говорю тебе, вот, прими меня. Я иду домой заочно, через людей. Эти люди вестники вернулись к Исаве и сказали, мы ходили к брату твоему Исаву, он идет навстречу тебе. И с ним 400 вооруженных людей. Все было бы хорошо. Как у нас бывает, знаете, реакция Якова была естественная, только, знаете, когда он испугался, и понятно, что это естественно, потому что назад люди не принесли письма, такие, знаете, как христианского сострадания, что, типа, я, как у нас христиане бывают, ну, Христос простил меня, простит, как Христос меня простил, так и простит, пускай, тебя. Или наоборот, как Христос любовь покрыл, все покрывайте. И не получил он обратно ни подарков взаимности, приглашения на пир, не получил он особенного, как бы, письма, который говорит, я прощаю тебя, и так далее. Вдруг он получает обратное, не зная, что происходит, говорит, брат, к тебе идет еще 400 человек вооруженных. Яков испугался, потому что он не знал, с чем брат идет. Как часто люди, которые посылают такие извинения заранее, ну, типа, ну, бывает всякое в жизни, и как бы заочное прощение, ну, как бы, ну, было так, ну, ну, примите, ну, что такое. И когда говорят по телефону или там еще, мы хотим посетить вас и еще взять пару братьев с собой, чтобы пообщаться, у людей сразу, опа, а где христианское, как бы, ну, как бы, мы же попросили прощения, как бы, так. Сразу дверь на замок, и думают, все, идут покрошить на мелкий винный грет. Идут, чтобы разобраться. Послушайте, вопрос здесь совсем другой. Яков заранее, как будто в себе думал, что все будет нормально, но не пошло, как он захотел, и никогда не будет так, как вы планируете. Себе думаете, что вот, насколько вы праведны, насколько с вами Бог, насколько вы уже стали изобилие, и, как бы, преуспевать, и тут вы решаетесь вернуться, как бы, в землю, чтобы быть благословением, и, как бы, вот вы расписались, и как вас примут, как вас будут почитать, пожалуйста, брат, брат, ты пришел, как хорошо, что ты не пропал со всем, как бы, хорошо со всем, и тут говорят, извини, пожалуйста, мы хотим лицом к лицу решить вопрос, а зачем? Что, недостаточное расстояние? Достаточно, но мы к тебе идем. Послушайте, Яков не знал, как идет Исаф к нему. Не знал. Может быть, Исаф еще, но в самом деле, он просто взял своих воинов, и скакал к нему, чтобы сказать, и сказать, слушай, брат, столько времени прошло, я тебе ничего не слышал, хочу сказать, что ты добро пожаловать, мы тебя любим. Не, но в этот момент Иаков высадился, потому что ему не хочется принять братьев и решить лицом к лицу и решить проблему, которая назрела. А знаете, какая проблема? Как говорят по-украински, на вору и шапка горит, да? Проблема в том, что человек, который боится решить встречи лицом к лицу, зная, что за ним идет должок. Помните, этот в руках, это в сказке? Должок. Да? Потому что такой палец. Вот это у людей такое все становится в палец такой. Должок. Потому что наследили, наговорили, не решили вопросы в доме отца, не решили отношения с братьями и сестер, сбегают, потому что на них нет помазания, на них нет призвания, и все остальное, но они неуспешны, они в рабстве и хотят вернуться, чтобы исполнить свое подношение. И я говорю, открытость в взаимоотношениях не решается путем послания каких-то заочных извинений, как будто не решили, а нужно лицом к лицу всегда решать эти проблемы. И Яков пытается решить, и тут он говорит, он начинает жалеться к Богу, и говорит ему, подожди секунду, не ты ли я же обещал мне обетованную землю, я теперь боюсь своего брата, потому что он меня порубит на маленькие кусочки. И он говорит такие слова, которые очень интересны. И сказал Яков Божий отца моего Авраама и Божий отца моего Исаака, Господи, сказавши мне, возврати землю твою на родину твою, и я буду благоволить тебе. Недостойный я всех милости и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему, ибо я с посоха моим перешел Иордан, а теперь у меня два стана. Избавь меня от руки брата моего от руки Исаака, ибо я боюсь его, чтобы он, придя, не убил меня и матери детей. Ты сказал, я буду благоволить тебе и сделаю потом, зато как песок морской, который не исчистит им от множества. Такими словами, здесь такой подход. Боже, не ты же сказал, избавь меня от руки брата. Ты сказал, что все будет хорошо, избавь. Что это значит? Что значит, Боже, избавь меня от руки брата? Чтобы брат исчез навсегда. Я не вернусь, пастырь, служение, это пока ты не избавишься от этого человека. Мы хотим встречи с Богом? Мы хотим какого-то прикосновения и перемены в своей жизни? Мы задоявляем какие-то вещи, которые мы внутри думаем, почему? Нам кто-то должен мешать. Мы должны быть процветающими, мы должны быть в Божьем благоволении. И тут мы молимся, такое молитву. Я не думаю, что Яков имел в виду, избавь меня от этого брата, сделай что-нибудь, пускай развернется эта земля, как поднюмой. Раз, он все упал, он там, пускай он не дойдет до моего стана. Не надо, сделай что-нибудь, избавь меня от руки брата. Что значит? В этом месте он говорит, Господи, я молюсь Тебе, чтобы Ты избавил от гнева брата моего. Избавь меня, то есть, имеется в виду, чтобы я не встретился с ним во гневе, когда, может быть, в разбор каких-то отношений, чтобы не воспылал от гнева, и он не уничтожил меня и мое предназначение. Я послушался Тебе, я возвращаюсь, хочу быть добрым сыном, хочу исполнить свое предназначение, которое Ты сказал, поэтому прошу Тебя, сделай мне милость, чтобы я не встретился со своим братом, когда он во гневе. Помоги мне, я нуждаюсь в этом. Для этого нужно смирение. Для этого произошел этот момент в жизни Якова, где он идет на встречу с Богом. Он начинает молиться к Богу и иметь встречу с Ним. Встреча там, в пустыне, была у Бога с Яковом и назвали место Пануэль по одной причине. Бог хотел изменить Якова не только имя, но и его перспективу о жизни. В страхе он пришел к Богу, чтобы иметь примирение со своим братом. Он боролся с кем-то, там, некто, но Бог обращается к нему и говорит, я хочу изменить твое имя, я хочу изменить подход к твоему брату, я хочу, чтобы ты чувствовал себя уверенно и быть благословением. После этой встречи для чего и нужен нам этот год с Богом. Нам нужно, чтобы мы были уверены, что Бог к нам благоволит, а мы способны изменяться, как он просит, чтобы мы изменились. В результате встречи с Богом изменилось сердце Якова и его действия. Он перестал быть самолюбивым и самоуверенным посылать эти дары или же просить прощения заочно. Он делает нечто. Он идет навстречу теперь этой проблеме. Он идет навстречу решения братских взаимоотношений, которые на самом деле он сотворил. Имея благословение, имея Божье помазание, Бога избранность, этот Яков сотворил эту проблему и теперь зная, что брат его в огневе, он все равно после встречи с Богом идет навстречу к Исаву. Взглянул Яков и увидел вот идет Исав брат его и с ним 400 человек. Он разделил детей Лии, Рахили, двух служанок. Я не буду читать кто где стоял. И взглянул Исав и пошел сам перед ним и поклонился до земли семь раз подходя к брату своему и побежал Исав к нему навстречу обнял его пал на шею его целовал его и плакали оба. Услышьте результат встречи с Богом измененное сердце измененное перспектива измененный подход покаяния измененный жизненный курс они смогли два брата быть в одной земле которую обещал им Бог они могли сделать это и когда написано взглянул Исав и увидел жен детей и сказал кто это у тебя Яков сказал дети которых Бог даровал рабу твоему такими словами когда ты который по причине своей амбиции или же зная свое призвание заделал нечто что разрушило или же отношения с братьями братьев и сестер ты вышел в землю в которой ты не был своим ты приобрел знания ты приобрел опыт ты приобрел может быть какие-то еще ситуации в своей жизни может быть и богатство приобрел семью приобрел что-то другое и зная что Бог возвращает тебя обратно ты мое желание чтобы во-первых люди слышали что Бог хочет вернуть их обратно к их призванию и встречи с ним что результатом будет то что это все что я приобрел увидеть на встрече с братом на примирении это все что я имею оно сегодня твое и сказал Исаф для чего у тебя это множество которое я встретил и сказал Яков дабы рабу твоему приобрести благоволение в очах господина моего Исаф сказал у меня много брат мой пусть будет твое у тебя и Яков сказал нет если я приобрел благоволение в очах твоих прими дар мой от руки моей ибо я увидел лицо твое как бы кто увидел лицо Божье и ты был благосклонен ко мне последняя фраза когда братья встретились Яков говорит я увидел лицо Божье там у него была с Богом встреча лицом к лицу а с братом своим которого он как бы боялся переживал и Бог ему дал ему силы и может быть даже такой смело преодолеть свой страх пойти навстречу со своими дарами со своими преуспеваниями всем что он имеет и встретившись с братом они обнимались они целовались и плакали и Яков говорит теперь мой дар тебе я хочу послужить тебе он подожди у меня своего хватает не надо и он говорит нет 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 услышь меня я своим даром который я приобрел здесь и приобрел там в Боге я хочу посвятить тебе чтобы ты знал что когда я встретился с тобой я встретился с Божьим лицом потому что исполнение писания простое исполнение писания что кто может говорить что он любит Бога а ненавидит брата своего которого видит я прочитаю 1 Иоаннов 2.8 но притом новую заповедь пишу вам что если есть истина и в нем и в нас потому что тьма проходит и истинный свет уже светит кто говорит что он во свете а ненавидит брата своего тот уже во тьме кто любит брата свое тот пребывает во свете и нет в нем соблазна нет в нем соблазна мы хотим встречи с Богом любовь до того совершенства достигает нас что мы имеем дерзновение в день суда на 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 хуцпо наглость любовь достигает совершенства в нас что мы имеем наглость в день суда потому что поступаем в мире всем как он мы становимся как Ишуа который несет на себе трудности переживания примирения и он идет навстречу в любви нет страха но совершенная любовь изгоняет страх потому что в страхе в страхе есть мучение боящийся несовершенен в любви будем любить его потому что он прежде возлюбил нас кто говорит я люблю Бога а брата своего ненавидит то лжец ибо не любящий брата своего которого видит как же может быть Бога который не видит а мы имеем от него такую заповедь чтобы любящий Бога любит и брата своего к чему я это простым вещам этот год мы назвали лицом лицом с Богом место которое мы взяли это встреча Якова с Всевышним где он сказал я видел лиц Бога лицом к лицу и остался жив внутри себя мы хотим встречу с Богом но забываем что если есть причина для встречи должен быть результат мы должны разрушить проклятие добровольного рабства и страха страх который должен быть не человеческий не страх перед людьми как меня воспримут что мне сказать как мне действовать заранее придумать себе причины как посылать прощение каким-то образом какую-то замануху делать людям говорить какие-то слова но я не против прийти посидеть говорить может быть тебя не слышали может тебя не поняли может быть ты пытался взять это призвание раньше времени на тебя обиделись люди в том же доме ты сбежал ты закрылся ты отделился мне ничего не надо никто мне не нужен никто нигде не хочу участвовать меня не ценят меня не видят никто ничего не хочет вы слышали пророчество ничего никто не 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 обращает внимания бог говорит я хочу встречи с тобой лицом к лицу давай поговорим я с тобой и я обещал что я тебя приведу к твоему призванию но я не сказал что это будет легко я не сказал что я уберу Исава из земли обетованной не в это время не в это время позволь Исаву отточить тебя сделать таким каким ты должен быть позволь Исаву выйти тебе навстречу позволь Исаву может привести тебя в страх заставить тебя прийти и смириться и признать себя что тебе нужен Бог нам нужна встреча этот год этот год идти вперед я говорю о том что нам необходимо разрушить своих молитвах своем стремлении своем посвящении разрушить проклятие добровольного рабства которое мы сами себя загнали где у нас нету время на служение где у нас нету время на общение где у нас нету время на служение людям укреплять и созидать мы находим в себе причины почему нет потому что еще немножко меня лаван взял в оборот я должен лавану я должен я могу но я должен а бог говорит сегодня время лаван обиделся на тебя посмотри ему в глаза он изменил свое отношение к тебе посмотрите на ту жизнь она изменила вам отношение единственный путь к свободе единственный путь к самоотношению с богом это вернуться из свободного рабства в обетованную землю и преломить этот страх страх встречи с теми друзьями которые вы имели отношение пойти навстречу идти навстречу тех кого вы обидели кому вы нанесли урон пойти к ним навстречу это сложно это необходимо я сегодня обращаюсь ко всем это об этом если вы чувствуете что это касалось вас выходите новое отношение с богом я хотел бы вас позвать сюда вперед мы сейчас все поднимемся я заканчиваю свою проповедь но я надеюсь просто я надеюсь что это поможет нашему дальнейшему движению бога я надеюсь что бог изменит нас и мы пойдем на новый уровень мы будем своей обетованной земле мы будем процветать и умножаться мы будем благословены потому что мы делаем этот шаг мы не не мы не не